Недельная глава Матод, ну, мы сейчас находимся в три, начались три травмные недели. Моше говорил к руководителям колен, ливны и срои у сынов Исраиля, лейма говоря, Это то слово, что Бог велел, что человек, который примет на себя бед перед Богом, или клянется клятву, сделает запрет на свою душу, Гаяхал дворой, чтобы он свое слово не нарушил. Гаяхал гаейцами пип, как все, что выходит из его уст, ясы, чтобы он делал. То есть если человек берет на себя обед или клятву, так у него есть повелительная заповедь выполнять, что он делает, и запрещающая заповедь, чтобы он не нарушил свое слово. Обед, о котором тут говорится, это обед, он берет на себя определенный запрет на что-то. Есть, по мнению Рамбома, в эту главу включается также и другая заповедь, То есть в эту главу включается также другой случай. Обед, который человек берет на себя, делать какую-то заповедь, дать какую-то сумму определенному бедному, или учить Тору в такой-то час, или, например, зажигать свечи на столько-то минут раньше. Так если он просто говорит, что он даст бедному то-то, то-то, так на него уже становится как обед. Поэтому хорошо говорить в таких случаях о блин-эдер. Блин-эдер, я на эту операцию дам столько-то, блин-эдер, без обеда. Блин-эдер, я зажгу свечи столько-то минут до захода солнца. Блин-эдер. И так далее. В Ишоке Сиданедр годиной. Женщина, когда принята бедно перед Богом. В Ишоке Сиданедр годиной. Женщина, когда принята бедно перед Богом. В Ишоке Сор сделала запрет, вывезли в доме папы Пенурео в юные годы. О чем Тора говорит. У девочки есть так. Совершеннолетие у девочки в 12 лет. Но и после этого полгода она находится как в полномочиях отца. А обеты у девочки за год до совершеннолетия. Раз совершеннолетие в 12, то обеты ее начинаются с 11. Если она знает, во имя кого она сделала, что во имя Бога. У мальчика то же самое. С 13 лет до совершеннолетия. А обеты он может делать год раньше, с 12 лет. Теперь у девочки есть особый закон. Что у папы есть полномочия и право снять ее обеты. В Ишоке Сиданедра. Отец слушал ее обеты. В Ишоке Сиро запрет на свое усрнавши, запретил на свою душу. В Ишоке Сиданедра. Промолчал ей папа. В ишоке Сиданедра. И все запреты на свое усрнавши. Запретил на свою душу. И как встанет? Если воздержал ее отец в день, что он услышал, право снятия обеда, это в день, что он услышал. Не в день обеда, когда она отдала, а в день, что он услышал этот обед. День это до захода солнца, как всякий день торы. Когда все обеды, а в день, что он услышал, запретил на свою душу, не встанет. Но один и несколько, Бог ей простит, что отец ее отдержал от этого. Если она встанет к мужчине, он дарил обеды на ней, и в тот способ выражения ее уст, а в день, что он услышал на свою душу. Речь идет, что было только обручение Кедушин. Он только дал ей кольцо, но хупы не было. Так тогда на ней полномочия обоих, и папы, и жениха. Вашама, ищоби им, шоми, вехрешло. Услышит ее муж в день, что он услышал, промолчит ей. Вы кому надо дарео, встанет ее обед, и в СРО запреты, аж ее осволновшил, запретил на ее душу, и кому встанет. Если муж, жених промолчал, то обед встал. Потому что остается, чтобы обед был снят, нужно, чтобы оба ее сняли, и папа, и жених. В ним бы им шмея еще ее не изо, а если в день, что услышал ее муж, что и жених воздержит ее. Все, что она взяла, обед на себя, встанет на ней. В Навайи и разведенная, у нее нету никого, кто мог ее снять. Только у трех хохамим. Можно идти к трем знатокам Тора, и у них снять. В имбейс ишо на даро. А если в доме ее мужа она взяла обед, и осро Исро сделала запретал на все, на свою душу, бешевую клятву. А вообще-то, а как становится клятва, вы знаете? Клятва становится тем, что человек говорит слово, на лошон окодыш, у него есть слово шва. Но это не только шва, а на лошон окодыш. Любые переводы на каждом языке, на любом языке тоже имеют закон клятвы. То же самое русское слово клятва. Второе, второй случай, что считается клятвой, это если человек говорит именем Бога, я к тебе скажу, я тебе приду на свадьбу. Это тоже клятва. Поэтому такие выражения не надо говорить. Нельзя говорить. Клятва это очень страшная вещь. Теперь, значит, если женщина взяла на себя обед в доме мужа, то есть она уже после свадьбы, так в чем мы ищем, слышали ее муж вехали шло, промолчили, то есть он не воздержал ее, веком и ком надарел, встали все ее обеды, приходили ссор, все запреты, а что он волновщик запретил на свою душу, как он встанет. Но какие обеты, отец и муж могут снять? Только обеты, что она себя мучает. Она, скажем, берет на себя, что она в течение такого времени не будет есть виноград или, скажем, перцыки. Так можно снять. А если жена говорит, что она будет говорить каждый день столько-то кусочков-то или это муж не может снять. Каждый обед, клятва запрета, мучает душу, еще и кемену, муж может установить, подтвердить, еще и ферену, и муж может нарушить, снять. Муж может подтвердить и может снять. Ви махарейш, яхрешло, и шоми, и ем алгейм. А если муж будет молчать от дня к дню, этим, что он молчит, ве эйки мэсконо дурео, он подтвердит все ее обеты, ээсколо сурео, или все ее запреты, ашоалео, которые на нем, эйки мэсом. Он их подтвердил, укрепил, кехрешло бы ем шоми, не выясни, шоми, ем шоми. И тем, что он молчал в день, что он услышал. Ви махарейш, яхреш, а если снять, он их снял после того, как он услышал, на завтра, выносит сабвину, он будет нести ее грех. Что это значит? Что он снял, после того, как он услышал, будет нести ее грех. Жена сообщила мужу, во вторник, а муж снял, не снял во вторник, он имеет право снять только в тот же день до захода солнца, а он снял это на завтра. И сказал жене, я снял твой обед. Она верит ему, что он действительно снял. А в действительности право мужа снять только в тот же день. Выходит, что она, из-за того, что он ей сказал, что он снял этот обед, она его нарушает, так он будет нести ее грех, ответственность на нем. Он ее подвел и сказал, что он снял ее обед. Он будет нести ее грех. Он считается в доме ее папы. Вообще-то по закону, тут мы говорили о законах обедов и клятв. Так надо знать, что клятва вообще-то очень-очень страшное и очень опасное действие. Не надо, чтобы не было ни клятва. И обеды принимать на себя тоже не надо. Даже если это митва, Шухонару говорит так, не брать на себя обед, даже на митву, и даже говорить на заку, я дам столько-то, у тебя есть, отдай сразу, отдай сразу же. Нет. Так тоже не говори, я дам. Блин, это я дам, если надо сказать. Есть интересное хидо. А если подумал? Что? А если подумал, человек сказал, но не сказал слуху. Подумал, обсудил, или подумал, решил? Подумал, что да, столько-то, но не сказал слуху. Я спрашиваю, подумал, размышлял, или подумал, решил. Если подумал, размышлял, это многого не стоит. Это все-таки не обед. А если подумал и решил, я дам столько-то, то постским есть ромбо, который говорит, что это тоже как обед. Он не говорил ни слова клятва. Нет, нет. Еще раз. Давайте разберем. Каждое. Мы говорили про клятву, клятву. Клятва становится одно, а клятву, это только, когда человек выговаривает устами. Мысли не имеют силы клятвы. Но клятва, это может быть только, или человек говорит устами, слово шва, или ее перевод, например, клятва, на русском клятва, или он говорит именем Бога. Я сделаю то-то, или не сделаю. Теперь, есть, надарим, надарим, на митцву, даже человек не сказал, ничего не сказал. Он сказал, вот этому бедному, я дам на операцию 100 шекелов. Это уже становится как обедом. Или женщина сказала, я с этой субботы начну сожигать свечи на 10 минут, там, раньше такого-то времени. Допустим. принять шаббат пораньше, я думаю, что это митцва. Так это становится уже обедом. Поэтому, то, что советуют, что если человек хочет что-то сказать, что он сказал, блин, Эдлер. Блин, Эдлер, я дам на эту операцию 100 шекелов. Блин, Эдлер, я начну сожигать свечи на столько-то минут раньше. Блин, Эдлер, что это не было обедом. Зачем я говорю еще раз? Подумал, если просто обсуждал, то это точно как человек обсуждает, дать, не дать. А если человек принял решение, то написано в Рамо, что принятие решения в мыслях, гомор-блибе, решил в сердце, тоже имеет закон нетера. Почему отличается криота от обеда? Смотрите, обеды есть тоже двух типов. Обеды есть тоже двух типов. Обеды, о которых в первую очередь говорят, то это обед просто. Человек делает себя на какой-то предмет запрещенным. Допустим, он делает себя запрещенным как жертву, обычно так это делается, персики или виноград, или, скажем, папиросы. Это один путь. А есть второй обеды на митцву. Митцва, это значит, он даст бедному, он будет делать эту митцву лучшим образом. Как мы уже говорили, скажем, женщина сказала, я буду, в эту пятницу я зажгу свечи настолько, настолько-то минуту раньше. Допустим. Или какую-то другую митцву. Так обычно надо говорить блин, А вот теперь к вашему вопросу. Конечно, есть разница между клятвой и недером. Это другие, две разные категории. Во-первых, клятва, она намного, намного строже. клятва связывается с именем Бога и поэтому это очень серьезное действие. И нарушить клятву это очень страшно. Талмуд в трактате Шивот говорит, что ложная клятва наказывает на нее больше, чем за другие нарушения. И наказывает на этом свете тоже. Поэтому ложная клятва это очень опасное дело. И правдивая клятва тоже опасная. Поэтому клятву не надо ни в коем случае. Прямо на этой неделе я встретил одного парня. Меня спрашивает там о том, о клятве. Страшные вещи. Человек дал клятву, что он уйдет с этой работой. Уходи, пожалуйста, но зачем тебе добыть клятву? Он мне спрашивал, когда он обязан уйти. Я понимаю, что он должен моментально уйти, потому что иди, знай, он сможет это выполнить. Нет. Человек, с клятвой не надо играться. Теперь, мы, зная, что эти запреты очень строгие, поэтому перед Рошашона принято при трех делать снятие обетов и клятв. В тексте написано обеты и клятвы. В Шухонарах вообще написано, что клятва нормально не снимается. Но, по-видимому, этот человек просто он не знает, не помнит на всякий случай. А Шухонар говорит, что нормально клятву старается не снимать. Теперь, перед Рошашона мы делаем два действия. Зная, что запрет нарушения обеты и клятв очень строгий, перед Рошашона мы делаем два действия. Снимаем перед тремя знающими евреями прошлые обеты и говорим заявление, что если я что-то буду говорить, чтобы это не будет считаться обетом. Это то, что делает Педро Шана и мы говорим же каун-нидрэй в ночь Йом-кипуру перед, прошу прощения, перед Йом-кипуру говорим каун-нидрэй. Смысл этого тоже. По одному мнению это снятие прошлых обетов, по другому мнение это заявление на будущее. А есть тексты, которые говорят и то, имеют в виду и то, и то. Ну, конечно, лучше и более так спокойно сделать снятие обетов Педро Шана и заявление на будущее. Как считается, если человек делал три раза подряд и сказал блин, это уже как объект? Есть такое, в шоку-норм приводится такое мнение, если он делает три раза подряд и не сказал блин, Но там приводится это условие, если он делал и он знал, что он не обязан. Он зная, что он не обязан. Если он думал, что каждый обязан так поступать, это обетом не становится. Он делал, потому что он был уверен, что он обязан. Но если он делал, зная, что он не обязан и делал три раза подряд, возможно, это стало обетом. Обетом на митву. Обетом на митву? Я не думаю, что это может быть какой-то обет. Допустим, человек стал одевать филин-рабыну там. Он не обязан. И он три дня подряд одел, допустим. Это может быть обетом, посещение больного. Это митва, конечно, и все. Если человек скажет, я посещу такого-то больного, может быть, это будет недор на митву. Но чтобы это было три раза. Кто сказал, что надо его посещать каждый день, никак, и что вы понимаете, это не какая-то митва, это доброе дело, это митва. Но нет такая митва, что может быть так мне кажется, что была мысль, что человек взял себя как на обед. А клятву невозможно снять? Я не сказал, что невозможно. Возможно снять, если есть на это веские причины. Но стараются клятву не снимать, потому что клятва связана с упоминанием имени Бога. Что веские причины. Это клятва мешает ему, я не знаю, мешает ему в учебе. Это клятва мешает ему в нормальных, хороших отношениях в семье. Шалом баит, это тоже митва. Клятву снимают только из-за какой-то важной причины. выражение в шуха нарух мидохак, стесненное положение. Дохак, вынужденное положение. А так обычно клятву выполняют, а не снимают. А самое лучшее, между прочим, оговорить, что человек, все, что он будет делать в будущем, в течение следующего года, или он может это сказать в середине года, что то, что он будет делать и так далее, что это не было обетом, человеку не нужно для этого трех евреев. Он может сам встать и это сделать, это заявить. Но вслух обязательно. Конечно, вслух. Это человек может сделать сам. А вот снять обеты нужно иметь трех знающих евреев. Папа с отцом был очень резко против клятв в самой резкой форме и против обетов. Я помню, как сейчас, когда Габай говорил папе Мишебейрах, и иногда Габаим говорят, когда дают алью, и говорят, Бабур, что Нодерон обещал дать что-то там на Бекнесет. Папа сразу выкрикивал Блинедер. Его голос Блинедер был громче голоса Габая, который говорил Мишебейрах. А, хотел сказать еще интересное. Интересное. Я видел, в Хидо говорит интересную глубокую вещь. Он говорит так, что он приводит посылок и человек не нарушает свои слова, бережет свои уста. все, что выходит из его уст, делает. То есть, когда человек бережет свои уста, то то, что он говорит, имеет особую силу и выполняет. Если человек таки... бережет свои уста, бережет свои уста. Во-первых, не бросает слова на ветер. Знаете, есть люди, которые говорят так, а завтра так, я подумал так, подумал так. Не обещать то, что ты не знаешь, что ты сделаешь. без уста, я сейчас говорю, просто. Когда человек бережет свои уста, то его уста имеют особые силы. Это одно. Второе. Талмуд нам говорит, что уста человека имеют очень могучую силу. Гемора выражается так. Брит, круталь и смотай. Есть союз, то, что человек говорит, имеет могучую силу. У каждого человека. И поэтому никогда не надо говорить на плохое. Этот больной точно скоро умрет. Допустим. Такие вещи, такие вещи Хасвахалила не надо говорить. Гемора приводит, что, приводит, говоря, что то, что есть союз, что то, что человек говорит, имеет силу, она приводит пасук. Авраам, когда он шел приносить жертву Ицхака, так он оставил Авраам двух парней, и он сказал, вы останетесь здесь, а я и мальчик, пойдем, вы Ништаховы, мы поклонимся и вернемся к вам. И действительно, они обвернулись оба. На что Авраам шел? Что он, он шел, что делать с Ицхаком? Мы знаем. Но он сказал, мы вернемся к вам. Язык, Геона говорит, только на хорошее, или только на хорошее, или молчать. Язык имеет могучую сила. А у больших людей Торы, таких, сила их языка намного сильнее. Моше, не кемник Маз, на Исрою, мы из-за мидьяни, отомстим месяц, но в Израиле, от мидьянитов, а потом, присоединиться к своему народу. То есть, сказали Моше, очень просто и ясно, отомсти местью за мидьянитов, и потом, умрешь. Так другой человек бы сказал, поняв, что от этого зависит его жизнь, тянул бы это. Моше нет, он сделался. Получил приказ от Бога, пошел сразу делать. Говорил Моше, к народу говоря, и холцом и итхем, выражайтесь от вас, аношем родцов, люди от армии, вы ее ау мидьян, что они были на мидьян, расы сникма сады, ной. Дать месть Бога, ами мидьян на мидьян. Так что он сразу пошел это делать. Ай, а, эл рефрамата, тысяча от колен, эл рефрамата, тысяча от колен, эл рефрамата, эл рефрамата, а всех колен Израиля, тысячу холцову, посылайте на армию, шесть на всех колен, включая левый. Включая колено левый. Обычно они не выходили на войну, а тут особая война во имя Бога, да. Во имя Мостром, и Алфа, и Исраил, были переданы тысячи Израиля, эл рефрамата, тысячу на колено, на каждое колено, 12 тысяч вооруженных армии. Интересно, выражения были переданы. Что значит, были переданы? Граши говорит нам так, что были переданы, как бы, против их желания. Руководители еврейского народа, любимые народу, как только они услышали, даже, раньше были, что они сердились нам еще, но как они услышали, что смерть, может, зависит от этой войны, от этого мести, не хотели идти, были переданы, как-то против их желания, были заставлены передать. Смотрите, это поведение Моше, он сразу энергично сказал, чтобы идти на войну, а народ не торопился, не хотел, чтобы Моше уходил, и они были переданы, против их желания. Тут есть интересное, очень интересное замечание. Бог говорит Моше одно, так слышится, а Моше, а Моше говорит народу другое. Послушайте, что Моше говорит. Отомсти местью Новоизраиля от мидианитов. Отомсти месть кого? Сынов Израиля, от мидианитов. Месть за кого? За сынов Израиля. Что за то, что мидианиты послали батальоны, спецбатальоны девушек, совратить еврейский народ, а эпидемия погибло 24 тысячи евреев. Так месть кого? Сынов Израиля. А что Моше говорит? Чтобы они были на мидиан, дать месть за Богом мидиан. Это месть за Богом. Как это Моше меняет то, что Бог говорит? Моше говорит ему месть за мидианитов, месть за сынов Израиля. А Моше говорит, месть Бога. Как это? А? Вопрос? Есть интересный комментарий, который приводит от рабовийцев из Бадычева. Интересно. Проблизительно то же самое говорят от имени брата Агро из Вильна, рабов Рома. Так, есть вопрос. Праздник Песах в Торе нет такого названия. В Торе есть название праздник Мацоп. А Мишна называется Песахин. Почему такое изменение? А? Почему в Торе это Хага Мацейс, праздник Мацоп, А Мишна Песахин? А Мишна Песахин? Он говорит так. Это как два друга. Каждый из друга, который очень любит один другого, каждый любит другого, как себя и даже больше, чем себя. есть интересные геморра, которые тоже надо понимать, конечно, не буквально. Есть геморра, которые говорят, что написано в цфелин Бога? Геморра Брахот. Понятно, что это не что-то, Бог же не что-то физическое, и не то, что Бог что-то одевает. Что отвечает геморра? Что написано в цфелин Бога? Так там геморра говорит, кто как твой народ Израиль. Давайте послушаем. А что написано в цфелин, который мы одеваем? Слушай, написано, слушай, Израиль, Бог наш, Бог один. То есть мы говорим о величии Бога, это цфелин, то, что мы одеваем каждый день. Так геморра говорит в духовном смысле, что должно было быть написано в цфелин Бога? Кто как твой народ Израиль? То есть в нашем цфелине мы говорим о величии Бога, а Бог что говорит? О величии еврейского народа. То же самое в Торе, который писал Бог, велел писать Моше, Бог велел писать Моше, так называется Хага Мацот, праздник Мацот. Что это значит? Почему они вышли с Мацот о Пресноке? Почему Мацот, которые не скислили? Почему? Потому что их выгнали быстро, настолько, что тесто не успело скислить. Ну, еврейский народ, когда Бог велел им идти, куда он велел им идти? В пустыню. Там нет ни еды, там ничего не растет. Они не спрашивают никаких вопросов. И они вышли без того, что они знали, что они будут есть и пить, и под каким кровом они будут находиться. То есть Бог называет этот праздник праздник Мацот, который говорит о величии еврейского народа. Что еврейский народ пошел в неизвестное место, пошел в пустыню, не зная, что они будут есть и пить, и под каким кровом они будут находиться. Так там Тора так называет. Мацот, праздник Мацот, о величии еврейского народа. А Мишну, которые составили мудрецы еврейского народа, они назвали Песах. Почему Песах, Псахин? Песах говорит о величии Бога. Что Бог тут дом египтиянина, его первый нест погиб. Тут дом египтиянина, его первый нест погиб. А тут дом еврея, ангел смерти, перепрыгнул. То есть Бог спас евреев. То есть мудрецы, которые представители еврейского народа, говорят, как Бог нам предан, как Он нас любил и спас в ту ночь. А Бог второй написал хак о Мацоте. Праздник Мацоте. Как еврейский народ самоотверженно вышел в пустыню, не заботясь ни о чем. Подобное этому происходит здесь. Бог говорит смотрите отомстим месть сынов Израиля. За себя я еще как-то мог бы простить, но месть сынов Израиля их трогали из-за того, что медианиты делали, погибло столько евреев. Необходимо отомстить за это. Не необходимо их наказать. Они мои любимые сыны Израиля. За то, что они сделали им так это, надо им отомстить. А Моше что-то говорил? Моше говорит про Бога. Моше говорит так, за себя мы могли бы как-то подумать, уступить. А месть Бога. Они затронули почет Бога. Как можно на это уступить? Как два друга, что каждый говорит и за другого. Подсчет другого. То, что другому важно, ему еще важнее, чем то, что ему важно. На Ишлах есть миши, послали их миши, элефа, маты, латцово, тысячи от коленна в армию. Есть миши, пинхоз, бенолоз, ракейн, пинхоз, латцово в армию. Ухи, акинеш, святые предметы, священные предметы, вахацейся сатруя, трубы бы ядовью в руке. Мои избы у миджиан, они воевали на миджиан, кашрац его одиноя смеши, как бог велел миши, аярго, убили колзохов всех мужчин. Без маухи миджиан, и цари миджианы орго алкогеем убили на их трупах, это виве, трекемве, сурве, сурве, среба. Было пять князей у миджиана. Хамейшес, Маухи миджиан, пять князей царей миджиана. Без Биллом в МВР орго бехорр. А Биллом в МВР убили мечом. А как туда попал Биллом, знаете? А? Биллом был как раз тем, который дал этот совет Балаку. Ты хочешь нанести урон и вред еврейскому народу, попробуй собрать их развратом. Он дал этот совет. И пошли им, как говорят, спецбатальоны. Этих девушек, которые специально послали, чтобы собрать евреев. Так Биллом дал этот совет. Он пошел к Балаку. Я же дал совет. И совет был удачным, то пожалуй, заплати. Он пошел получить плату за него. Пошел получить плату, но получил. Интересно. Написано, его убили мечом. Раша говорит, очень интересно. Какое оружие еврейского народа? устами? Устами. Устами. А Биллом? А какое оружие и сам, не евреев? Меч. Биллом пошел воевать против евреев устами. Он хотел их проклясть. Правильно? Он стал пользоваться их оружием. Так евреи взяли и пользовались против Биллома их оружием, не евреев, мечом. Его убили мечом. Боищ был на Иссрою, пленили сына Израиля от наших медиан, жен, медиан, остапов, детей, весь скот, весь мекнеем всех скот, весь херам всех имущество по зозу взяли в добычу. Все города, все пирайсом и замки сорфу боищ. Сожли в огне. Боищ взяли скола, шоу в скола мауке обо одному лабиму добычу. Раша говорит, что слово шоу значит шоу это, скажем, одежды, украшения, а мауке это люди из скота, что брали в плен. А дальше, если есть слово шви, шви, это уже люди пленные, а мауке это животные, которые взяли в плен. Бояби, они, вот это, видите, какая их честность, они не захватывали просто себе, они принесли. Бояби, привели умейшего в розыраке, в розыраке, к адазну Исрую, к общине сынов в Израиле сошвы, шви пленных это людей, в эсамалкеях, это скот, в эсашову добычу, одежды, украшения, рамахны к лагерю, лавы смеёк, степени, степени муава, а ша, который, ауярни рэх, ауярни рэх. Тут приводится, вышли Мейша и розыраке, все князи общины навстречу вне лагеря, и приводится, что Мейша сядился на руководителя армии, офицеров, начальника на тысячи и на сотнями, которые пришли с войны, сказал Мейша, как это вы оставили живые женщины, ведь они как раз были теми, которые привели к преступлению, ведь они бреды евреев по замыслу Билама, чтобы была измена Богу идолам Пеор, и была эпидемия вообще не Бога, а теперь убивайте всех мужчин из детей, и женщины, которые могли иметь отношение с мужчинами, убивайте, более младших девочек, маленьких, которые не могли иметь к этому отношения, оставьте. Дальше написано, вы располагаете за лагерем семь дней, и вы должны очиститься, если кто-то тронулся до умершего. Теперь есть указание Элазара. Интересно, Гимара говорит нам, что Машера сердился на офицеров, и он был прав или неправ. Он был прав. Но при всем этом, когда человек сердится, так мудрость от него убегает. Так Мейшер уже не сказал дальше указания, и вместо него это должен был сказать Элазар. Это интересная вещь. Гимара говорит нам, каждый, кто сердится, если он мудрый, то мудрость от него убегает. А если он пророк, пророчество у него убегает. И приводит, мудрость от него убегает, приводит от Муше, а пророчество убегает, Гимара приводит от Элише. Что Элише рассердился на царя Израиля, который служил идолом. И потом он сразу сказал, у него спросили пророчество. Он сказал, дайте мне кто-то, кто играет на музыкальных инструментах. И когда стали играть на музыкальных инструментах, стал он его дул Бога. А до этого пророчество у него ушло, потому что он рассердился. И рассердился справедливо. Но это факт. Кто сердится, если он мудрый, у него мудрость уходит, а если он пророк, у него пророчество уходит. Кто-то меня спросил, ну а если он дурак? А? Что мне кажется так, что у каждого дурака есть чуть-чуть какая-то капелька ума. И когда он сердится, то эта капелька ума его тоже покидает. Поэтому даже дураку не стоит сердиться. Так сказал Элозоро Кейнг Людям Армии, которые пришли на войну. Это закон того, что Бог верил Мейши. Что? Что делать с посудами? Они же взяли много посуды от медианитов. Так золотые посуды, серебряные, медные, железные, из олова и свинца. Так все, что пользовались огнем, проведите в огне и очистятся. Только надо еще водоочищение очистить, а все, что не входит в огне, проведите в воде. То есть так, кошеровать каждую посуду надо соответственно тому, как пользовались ее. Если пользовались ее жидкостью, например, варили в ней некошерное мясо, кипятили, мясо с водой варили, так надо тоже прокипятить с водой. Так кошеруют. А если были, скажем, на чем-то жарили, на шампалах, на лицах, жарили мясо некошерное, так надо это прокалить на огне. То есть как пользовались, так и надо кожировать. И кроме того, раз эта посуда не еврея, надо ее окунуть в микве. Так тут есть намек. Посуду металлической, которая была у не еврея, даже он никогда ее не пользовался, то надо ее окунуть. можно это сравнить с как человек не еврей, окунается в микве, он становится евреем. А понятно при определенных условиях. Так эту посуду надо тоже сделать еврейской. Так металлическую посуду надо окунать. А скажем деревянную посуду, глиняную посуду не надо окунать. Глиняная посуда, которая покрытая чем-то, глазурью и так далее, мы да, окунаем, без брахи. Но глиняная посуда, как вот эта черепичная посуда, которую арабы продают на дорогах, не надо ее окунать, если кто хочет ее пользоваться. Стеклянные посуды мы окунаем. Тора нам дальше рассказывает, что сделали расчет сколько было пленных людей и сколько было из каждого вида скота. И разделили добычу половина те солдатам, которые выходили в армию, а половина всей общины. А теперь от солдат они должны были выделить одну из 500. И это одну из 500 от человека и от скота. И надо было дать розыр океину приношение во имя Бога. А половина которой была для еврейского народа, так там надо было взять один из 50 и дать левитам. И тут дальше идет расчет сколько было скота. Вместо мелкого скота было 675 тысяч всего. Быков 72 тысячи. Остров 61 тысячи. Души людей было 32 тысячи. И дальше Тора нам рассказывает каждую половину и как это дали люди армии дали розыр коину. А остальные евреи свои половины дали одну из 50 левитам. Это две тысячи людей это девочки? Это совершенно верно девочка. Я понимаю как рабыня. Дальше написано так приблизились к моше офицеры которые были для тысячи армий главные на тысячами главные на сотнями и сказали Принесли скоба нашим, жертву перед Богом, приношение, ища шамоцух лизов, человек нашел разные украшения, лизов, золотые, этцодов. Эццоды – это браслеты на ноги, в этцоме браслеты на руки, табак, кольцо, огел, серьги в хумус. Эхапеонаши сыну рифныашим, простить нашу душу перед Богом. Мошея Роза Акем взял все это золото от них, все предметы, которыми мы могли пользоваться. И все золото, приношение, что они принесли Богу, 16750 шекеров, от граммных на тысячу и граммных над сотнями. Ну, сколько это, хотите знать, сколько это по весу? Шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят. Теперь так. Вопрос, сколько это шекел? Есть ли шекел принимать, что шекел – это шестнадцать грамм? То тогда шестнадцать на… шестнадцать на шестнадцать. Сейчас. Шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят. Помножить на шестнадцать грамм – это, скажем, это двести больше, чем двести пятьдесят шесть килограмм. Больше четверти тонны. А дальше анши отцовы, люди армии, бозу и шеи взяли для себя. То есть это было приношение. А дальше были, которые взяли для себя. Во иках мечи взять мечи, розы, ракенз, азов, золото, медные, граммные на тысячи и сотнями. И принесли этого умеет в мешкан, чтобы это было зикарон, лифны Исраэл, лифны Ашээм, для памяти от сынов Израиля перед Богом. Принесли приношение Богу за чудеса, которые Бог с ними сделал. Тора нам в конце главы рассказывает историю. Что у колена Рувина и колена Гот было очень много скота. И они увидели территорию на восточном берегу Иордана. Какую территорию? Земли Сихана и Ого, которых они разбили. Это несколько глав назад мы об этом читали. И они увидели, что эти места очень хороши для пастбища. И сыновья Гот и Авровина пришли к Мошейку, к Розракоину, и к руководителям общины, говоря, что вот эти места... Они перечислили эти места. Земля, Тарод, Ивон, Язер, Немра и так далее. Земля, которую Бог развел перед общиной Израиля, это земля хорошая для скота. А у наших рабов, то есть у нас есть скот. То есть они пришли к Моше с намеком, чтобы Моше им дал это... Наследственный удел их колен. И тут идет сразу перерыв. Идет новая глава. И в этой новой главе они уже говорят Моше прямым текстом, что была Данама эта земля твоим рабам, наследственный удел. Не переведи их на Иордон. Во-первых, что значит, почему этот кусочек раньше идет сам по себе? Мне кажется, очень просто. Так я видел в комментарии. Было неудобно просить у Моше. Они сказали Моше намеком. Что упомянули эти места, и это очень хорошо для пастбище. А у нас есть пастбище. И они ждали, чтобы Моше прореагировал. А Моше не хотел прореагировать. Он прекрасно понял, что они хотят. Он молчит. Это была Моше причина. Когда они увидели, что Моше не реагирует, так они уже сказали прямым текстом. И тогда Моше им сказал, что это значит. Ваши братья пойдут на войну, а вы будете сидеть тут. И это вы отвернет из сердца сынов Израиля. Они не перейдут Иордан. Почему? Они скажут, раз сыновья Рубина и сыновья гада не переходят, значит они боятся жителей страны. И это может привести к робкости и других колен. Это то, что Моше их выговаривает. Теперь, прекрасно понятно, что пока не говорили намеком, так Моше предпочитал показать себя, что он не понимает намеков и молчать. Так когда Моше не реагировал на намек, они сказали прямым текстом. Теперь на то, что Моше им сказал, так они сказали так. Нет, мы не имеем в виду, чтобы не выходить со всем еврейским народом на войну. Мы хотим и получить эти территории, но мы пойдем со всеми. И мы даже пойдем в передовую, но потом эти территории, чтобы мы их получили. Так интересно, тут мы видим, что у них занимало важное место, место скота. То есть у них материальное, денежное скот занимало важное место. И это видно в их словах. Когда Моше, когда они отвечали, Моше они сказали так. Мы построим загоны для нашего скота здесь и города для наших детей. А потом мы пойдем в передовую. Моше им отвечает, он соглашается с этим. Но он меняет в двух выражениях, он меняет то, что они говорят. Во-первых, Моше им говорит так, он ставит с ними условия, если вы перейдете Иордан и будете воевать. И он говорит, стройте города для детей и загоны для скота. Надо знать, что главное, а что не главное. Второе, что Моше им меняет. Нет, еще раз. Тут не вопрос, как человек должен говорить. Тут вопрос, что человек должен чувствовать. То, что человек чувствует первым, у него из уст выходит первым. А что вторым, вторым. Надо всегда знать, что первое. Воспитание детей или материальное положение. И очень часто бывает дилемма. И надо знать, что на первом месте, что на втором. Воспитание детей духовное на первом, материальное на втором. И Моше их поправляет. И они так и в ответе Моше поправляют свои слова и говорят, ставят детей на первое место, а скот на второе. Вторая разница. Они говорят, мы выйдем перед сынами Израиля на войну. Моше их поправляет. Просто сыны Израиля выходят. Если вы войдете перед Богом на войну. Надо знать, война во имя Бога. И Моше их поправляет. И они в этом тоже, повторяю, изменяют, соответственно, слова Моше. Но, вообще-то, то, что они хотели получить территорию на восточном берегу Иордана, это было нехорошо для них. Они потом были изгнаны первыми. И Медраж говорит. Наследство, которое торопится, не будет иметь удачи. И они потом были изгнаны первыми. И то, что у них материальное занимало важное место, это было причиной. А надо знать, что главное, что на первом месте ставится. Тут мы останавливаемся. Тихо. 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 Тихо.